Воскресение Вот так единое Евангельское благовестие Делится на четыре свидетельства, которые Дополняют друг друга, вот как четыре Стороны света, да, вот как Четыре, видно был Лик вот тех небесных сил Ангельских в пророчестве Иззекииля, вот так мы встречаемся и с четырьмя Свидетельствами евангелистов И сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем святого Евангелиста Марка Его же молитвами Господь укрепит Нас всех к правильному пониманию Святого Евангелия И что мы должны сказать? Прежде всего, что Вот у евангелиста Марка Если посмотреть содержание, у него Самое короткое Евангелие Всего лишь 16 глав Но при этом, что надо вспомнить? Что главы, деление на главы Это в общем-то позднее такое Уже поздний порядок, позднее решение Первоначально евангелисты Вообще не делили на главы Они писали сплошным текстом Как некое свидетельство, как некое Воспоминание о Христе И только впоследствии Уже люди стали делить на стихи На зачало, которое читается В церквах И вот вроде бы оно Самое короткое свидетельство У евангелиста Марка Но для кого-то оно стало самым сильным Митрополит Антоний Сурушский Вспоминает, как он еще, будучи подростком Он не верил во Христа И однажды он услышал проповедь Одного священника Там они в детском лагере То ли скауты, то ли что И вот ему хотелось вообще Пойти и поиграть в волейбол Но их наставник говорит Что ну вот ты же нас подведешь Все-таки пойди вместе с нами Поприсутствуй хотя бы Просто посиди Не хочешь слушать, но поприсутствуй И приходит священник Начинает говорить Но все, что он говорил Оказалось настолько Скучным и неинтересным Что вот будущий митрополит Антоний Он тогда задумался Неужели действительно Христианство настолько вот Отдаленно от жизни Настолько неинтересно Вот дай-ка я все-таки посмотрю Что там такое Вот он ради интереса Нашел Новый Завет И решил выбрать Самое короткое Евангелие А самое короткое Это Евангелие от Марка Как мы и говорим 16 глав всего лишь И вот он начинает читать Будучи наполнив Такого скептического настроения Но как только он читает Он вдруг с удивлением Замечает, что в нем внутри Начинают происходить изменения Оказывается даже просто Чтение Евангелия Оно способно преобразить человека Вот это кстати было У Достоевского Федора Михайловича Когда его за революционную деятельность Приговорили к ссылке Вначале даже к расстрелу Но расстрел отменили Сослали его И вот там у него было только Евангелие Которую он до этого не читал И он начинает читать Евангелие И в итоге обращается К вере Христовой Так было не только с ним Так было с некоторыми Французскими революционерами И вот Антони Сурошки Он конечно не был революционером Хотя в подростковом возрасте Все мы немножко революционеры И вот он читает и вдруг чувствует Что как будто Христос присутствует рядом Он даже с удивлением поднял глаза Как будто действительно спаситель Находился напротив него И своими телесными глазами Он никого не увидел Но сердцем своим чувствовал И знал, что Христос действительно есть Воскресший Христос Который победил смерть Который взошел на небеса Который нас никогда не покидает Он действительно есть И вот эта вот вера Настолько его преобразила Что ему захотелось теперь Везде и всюду рассказывать Что Бог действительно есть Вот так он увлекся И впоследствии мы знаем Что он стал священнослужителем И знаменитым проповедником Вот так самое короткое Евангелие Евангелие от Марка Оно преобразило И преображает жизнь Самых разных людей А евангелист Марк Конечно, это вот тоже такой феномен Он же не был из числа 12 апостолов Есть вот такие сведения Что он происходил из Киринеи Это такие вот североафриканские места Вот ближе к Александрии И его имя Это имя упоминается В священных текстах Оно было двойным Иоанн Марк Иоанн это с еврита Божья благодать значит То есть это Ну по происхождению Он все-таки был из еврейской диаспоры А вот второе имя Оно уже римское имя Имя Марка Это римское имя И это означает Что его семья Она не ограничивалась Только вот культурой своих предков А воспринимали общую такую культуру Потому что римская империя Она охватывала все Средиземноморье Говорили по-гречески Но законы были римские Поэтому римские имена Тоже входили в быт людей Поэтому конечно же Марк евангелист Он не был каким-то таким вот Фарисеем Таким узким законником Он воспринимал Общечеловеческую культуру И это потом Ему помогло как раз Обращаться Со своим благовестием Именно к людям Вне иудейских традиций Вне иудейского народа Ну еще известно Что он был племянником Апостола Варнавы Одного из первых тоже Учеников Христовых И вот Жил он какой-то То есть в Кирене То он родился Но жил он все-таки В Святой Земле В Иерусалиме И по некоторым данным Мы что можем обнаружить То что у него Был Точнее у его родителей А потом там упоминается Только его маму Вероятно отец уже умер Был вот у его родителей Дом в Иерусалиме Его мать Мария Одна из жен Мироносец И в его доме Укрывались апостолы Вот в частности Когда Петр Там мы читаем Когда его помните Схватили Хотели казнить И стерегли его Четыре четверицы Воинов Ну то есть Шестнадцать Римских легионеров А ангел Чудесным образом Вдруг выводит Петра С него спадают Сами оковы Выводит Двери отворились Выходят Все эти воины спят Так вот куда потом приходит Петр Петр приходит именно в дом Иоанна Марка Вот в дом Евангелиста Марка приходит То есть в этом доме Собирались первые ученики Христовы Есть даже такое предположение Что именно там Совершена была Тайная вечеря Но мы не можем Твердо настаивать Однако вот некоторые Сведения Они именно таковы То есть Марк Он так или иначе Он был рядом С учениками Христовыми Хотя и не в числе 12 И только у евангелиста Марка Мы встречаем Такое удивительное Описание Про юношу Который В Гефсиманском саду Уже вот в ночь После тайной вечери Когда он пытается Следовать За Господом Вот этот юноша Ну буквально Следующий мы читаем Тогда оставив его Все бежали То есть когда вот воины Его схватывают Ученики испугались И разбежались Но при этом что Один юноша Завернувшись По ногам у тела В покрывало Следовало за ним И воины схватили его Но он оставив покрывало Ногой убежал от них Ну во-первых Такое чисто вот Житейское объяснение Обычно ходили Таких вот сложных одежд У нас Как у нас Не было В те времена У людей Там ходили Могла быть Туника То есть Простая одежда Которая И плюс еще Плащ Плащ Как четырехугольное Вытянутое полотно Которое вокруг тела Обматывалось И могли в принципе Только в одном плаще Ходить Но могла быть На самом деле Еще вот Набедренная повязка Такая вот простая Потому что Вот как сейчас Там нижнее белье Это в общем-то Особо-то не шили И в этом смысле То есть могла быть Еще повязка Но сверху Было вот это вот Полотно И соответственно Сдернуть его Могли воины И юноша Про которого Пишет Евангелист Марк Он не упоминается В других Евангелиях Это не имеет Ключевого значения К нашему спасению И отсюда Исследователи Делают вывод Что здесь Марк пишет Про самого себя Он тогда был Еще совсем юным Да И вот он Пытался все-таки Следовать за Христом В отдалении Но воины его видели Бросились Схватили его за одежда Но он вырывается И убегает Да То есть вот Такая вот особенность Он еще действительно Был совсем юн Лет 17 может быть Как считают Исследователи И ему тоже Не удалось Стать вот таким До конца Исповедник А может быть И был такой промысл Божий Чтобы он сохранился Еще остался живым Чтобы впоследствии И написал Вот Евангелие Которое радует Всех нас Марк Он Как мы говорили Один из первых Христианских проповедников Он племянник Апостола Варнавы И вот когда уже Нисходит Святой Дух На апостолов То Марк Принимает Участие В самом первом Апостольском Путешествии Это то самое Путешествие Которым уже Апостол Павел И Варнава Возглавляют Это путешествие И вот Марк Направляется с ними Но Получилось так Что Евангелист Марк Отстает от них На острове Кипр Может быть Он действительно Был тоже еще Слишком молод Может быть Тяжелы были Вот эти вот Лишения В путешествии Не каждый мог Это вынести Но мы читаем В книге Деяний О том что Вот Они с проповедью Проходят через Остров Кипр Там Апостол Павел Исцеляет Отца Про Консула И дальше Отплыв Из Пафа Павел И бывшие При нем Прибыли В Пергию В Памфилии Это в Малайзии Но Иоанн Иоанн Марк Отделившись От них Возвратился В Иерусалим То есть Марк Он Оставляет Их От них И возвращается В город Иерусалим И к чему Это привело К тому что После первого Апостольского Путешествия А потом После еще Апостольского Собора Во время В самом начале Второго Апостольского Путешествия Что мы читаем По некоторым Времени Павел Сказал Варнаве Пойдем Опять Посетим Братьев Наших По всем Городам В которых Мы проповедали Слово Господне Как они Живут Варнава Хотел Взять Собой Иоанна Называемого Марком Но Павел Полагал Не брать Отставшего От них В Памфилии И не шедшего С ними На дело На которое Они были Посланы Отсюда Произошло Огорчение Так что Они разлучились Друг с другом И Варнава Взяв Марка Отплыл В Кипр А Павел Избрав Себе Силу Отправился Быв поручен Братьями Благодати Божией И проходил Сирию И Киликию Утверждая Церкви То есть Видим Что даже Из-за Евангелиста Марка Произошло Такое Огорчение Даже разделение Между двумя апостолами Павлом И Варнавой То есть Не надо думать Что Апостолы Как и вообще Святые Это Какие-то Идеальные Небожители У которых Нет своего Личного Мнения Своего личного Взгляда Что они не Отличаются Характерами Павел Он в чем-то Был Достаточно Жесток И он Говорил Ну вот раз Он от нас Отстал То зачем Брать его Второй раз Вроде как Он не справится Уже А Варнава Тот был Более Человеку любив И он Полагал Что все-таки Марк Очень-очень Может пригодиться А так как Павел Апостол Был Слишком категоричен То в итоге Он расстался Не только с Марком Но и с Варнавой А на самом деле И в этом Сказался Промысл Божий Потому что Какой смысл Всем вот Апостолам Ходить Скопом Друг за другом Да Что вот Одной кучкой Перемещаться по миру Тогда они мало Где бы смогли Проповедовать А промысл Божий Как раз в том Что они пошли В разные места И проповедовали Как можно Большим людям Поэтому Варнава и Марк Вот они отделяются Но они проповедуют Другим Потом переходит Еще в новые места У Павла Вот свои путешествия Которые описаны В книге Деяний И То есть Господь ведет Каждого Своим путем Своей дорогой Но все вместе Служат Одному и тому же Господу Иисусу Христу И все вместе Движимы Одним и тем же Духом Святым И более того Впоследствии Когда Павел Находится уже В римских узах И Многие его бросали То Вот мы Удивительно Что мы читаем Он пишет Послание Колосиным Оказывается Евангелист Марк Уже Находится при нем И Павел Пишет о нем Приветствует вас Аристарх Заключенный Вместе со мной И Марк Племянник Варнавы О котором Вы получили Приказание Если придет К вам Примите его Также Иисус Прозываемый Иустом Оба из обрезанных И дальше Павел Произносит Самые главные слова Они Единственные Сотрудники Для Царствия Божия Бывшие Мне Отрадуют Оказывается Евангелист Марк Он Вот в тот самый Трудный Период Для Павла Когда многие Его уже Оставляли Боялись То что он В узах Вот они Были Ему Утешением Были Отрады И они Были его Единственными Сотрудниками Для Царства Божия То есть Вот какие Интересные Такие Проявления Человеческие Проявления Святых Апостолов В то время И Марк Вместе с Павлом Опять Находится Когда Павел В римских Узах Он помогает Он приезжает Для служения Как пишет об этом В другом послании Святой Павел То есть Господь Он всех Объединяет В конечном итоге И вот Там Как мы знаем Павел В Риме Принимает Мученическую Смерть И вот Там же Проповедовал Еще и Петр И в общем-то Считается Что Марк Он больше В Риме Когда вот Павел Тем более Уже Принял Мученическую Кончину Марк Он ходил За апостолом Петром И Слушал Его проповедь О Христе А Петр Он ведь И с самого начала Как раз Следовал За Спасителем Он Свидетель Очевидец Самых Таинственных Сторон Проявлений Вот Христовой Личности Ну как В частности Преображение Допустим Господня И вот Марк Как ближайший Ученик Апостол Петра Ходит Слушает И записывает И потом Римские христиане Которые Видят его записи Но записи Были неупорядочены Они просят Евангелиста Марка Вот это вот Свидетельство Апостола Петра Привести В единый Такой вот Вид Все-таки Упорядочить Расположить Постараться В хронологическом Порядке И Марк Осуществляет Эту задачу Вот так Возникает Евангелие От Марка Об этом Свидетельство Древние Учителя Христианские В частности Папе Иерапольский В самом Начале Второго Века Он Пишет Что Марк В точности Записал Все Что Говорит Апостол Петр Как Блаженный Иероним Об этом Свидетельство Что Петр Говорит Марк Записывает И вот Таким Образом Появляется Вот это Евангелие Которое Носит На себе Вот Прежде всего Проповедь О Христе Свидетельство Как очевидца Апостола Петра Апостола Петра Мы знаем Что Потом Ну конечно же Петр Он тоже Принимает Мученическую Кончину Марк Проповедовал В разных Местах Он Является Основателем Церкви В Александрии Он Является Первым Епископом Александрийской Церкви И Поэтому Впоследствии И копты Его очень Почитают Как своего Основателя Потому что Копты Они Вариантство Когда уклонились Это была Часть Александрийской Церкви И Вот В конечном Итоге Марк Как и каждый Апостол Фактически Почти каждый Апостол Он принимает Мученическую Кончину Вот Этот день Мы и чтим Как день памяти Святого Евангелиста Марка Да поможет нам Господь Его молитвами И мощи Его находились Именно в Александрии Но шли века Потом Начинаются Исламские Завоевания И получается Так что Египет В конечном итоге Оказывается В руках Мусульман А мусульмане Они по-разному Но зачастую Они чтили Конечно И самого Иисуса Христа Как пророка Иису И Божьей Матери И даже Святых Сохраняли Храмы Но время от Времени Некоторые Мусульманские Правители Все-таки Захватывали Христианские Храмы Обращали В мечети И возникала Опасность Что мощи Святого Марка Евангелиста Они Будут Просто вот Погублены И в девятом веке Поэтому Два венецианских Купца Вывозят Мощи Святого Марка Из Александрии И везут их В Венецию Причем Конечно Такая история Там получилась Своеобразная Что в общем-то Они разрешения Ни у кого Особо не спрашивали Ну правда Так же И мощи Святителя Николая Тоже вывозили Из миров Ликийских В город Бари Но по крайней мере Они сохранились Зато эти мощи И вот Мощи Евангелиста Марка Их тщательно Спрятали И чтобы Мусульмане Не смогли Их так сказать Найти на судне Их закрыли Свиными тушами Потому что Для мусульман Свинины Это нечистые животные Они даже Боятся прикоснуться К свиной туши И вот были Прикрыты мощи Свиными тушами Поэтому мусульмане Отходили туда-сюда Но все осматривали А туда не прикасались Вот так Перевезены были Мощи Евангелиста Марка В Венецию И там был построен Удивительный собор Посвященный Евангелисту Марку Он является Точной копией Константинопольского Храма Двенадцати апостолов И вот там Мощи Его Пребывают По сей день Те, кто Могут Вот они посещают Эти места Молятся Прикладываются И тоже Получают Какую-то помощь Но самое главное Это, конечно же Само Евангелие От Марка Это его Свидетельство О Христе И в чем его Особенность Особенность его В том Что, вот Понимаете Марк Он обращался К кому? Это не иудеи Да Это не какие-то Какие-то Высокопоставленные Люди Это Прежде всего Были такие Христианские Общины Из римлян И вообще Люди Люди, которые Не принадлежали К богоизбранному Народу Вот к ним Он и обращается И поэтому Тут надо было Сразу вот Говорить по сути По существу То есть Ну представьте Даже если бы Тот же Антоний Сурожский Который Еще вот Подросток Он начал читать Евангелие Скажем От Матфея А там Одни родословные Что там Такой-то родил Такого-то Аврам родил Исаака Исаак родил Иакова И так далее Понимаете Он почитает Скажет Ну это мне непонятно И может Ко второй главе Вообще Даже не перейти А вот Марк Он сразу говорит По существу Кто есть Христос И в чем Отличие Именно Христа От всех остальных Людей И он пишет Начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божий То есть Он сразу говорит Что Христос Это Сын Божий То есть Такое сразу Четкое Ясное Свидетельство И все Евангелие От Марка Оно Наполнено Именно Особой Такой божественной Силы Христовой Вот не случайно Его символом Является Лев Как царственное Животное И кстати Венеция Так они взяли Себе У них Крылатый лев Получается На гербе Тоже как бы От символа Евангелиста Марка И вот Евангелист Марк Он Пишет Он изображает Что Христос Он властвует И над Стихиями Когда ему И море И волны Повинуются Все что угодно Стихии все повинуются Ему Он властвует И над недугами Человеческими Любая болезнь Исцеляется Он властвует И над бесами То есть Духи Бесовские Тут же Оставляют людей Там в панике Разлетаются Разбегаются То есть Христос Он проявляет Три такие силы Над стихиями Над болезнями Над бесами В общем Все чего боятся люди А спаситель Выше всего этого И спасает Потому он и спаситель И еще такая особенность Что здесь Все действия Христовы Изображаются Как решительные Действия Стремительные Молниеносные Около 30 раз Встречается Слово Тотчас Ну допустим Вот когда Спаситель Призывает Своих Учеников Двенадцать Да там Симона Андрея Брата его Закидывающих Сеть Вот когда он увидел И вот он говорит Идите за мной Я сделаю Что вы будете Ловцами человеков Потом Иакова Зеведеева Иоанн И в том и другом Случае написано И они тотчас Оставив свои сети Последовали за ним То есть Только как Услышали Слово Христа Тут же Сразу же Тотчас же Оставили И последовали За ним Или вот читаем Дальше Как он Тещу Петрову Исцеляет Да Вот Евангелие-то Оно как раз Со слов Петра И Вот пришли они В дом Симона И Андрея Исааковым Иоанн Теща же Симонова Лежала в горячке И тотчас Говорят ему О ней То есть Тоже Сразу же Подойдя Он поднял Ее Взяв ее За руку И горячка Тотчас Оставила ее И она стала Служить им То есть Вот Только что Она лежала Но как только Спаситель Прикасается к ней Болезнь Тотчас Покидает ее Происходит Некое стремительное Молниеносное Действие Потому что Христос Это Сын Божий И Теща Петрова Как ни в чем не бывало Подымается И уже служит Там устраивает Какую-то вечерю Что-то готовит И так во всем Допустим Вот приходит К нему прокаженный Умоляя его И падая Предним на колени Говорит Если хочешь Можешь меня очистить И сам прокаженный Не знает Получится или нет Иисус Умилосердившись над ним Простер руку Коснулся ему Сказал Хочу Очистись То есть всего лишь два слова Да хочу Да очистись После всего слова Проказа Тотчас Сошла с него И он Стал чист Вот такие Стремительные Решительные Действия Которые Показывают Царскую Божественную Власть Христа Конечно Во многом Евангелие от Марка Оно совпадает С содержанием Евангелия от Матфея Но есть ряд Вот именно Своих особенностей Есть некоторые Притчи Христова Которые излагаются Только у Евангелиста Марка Ну допустим Это притча О всходах И Спаситель говорит Царствие Божие Подобно тому Как Если человек Бросит Семя в землю И спит И встает Ночью И днем И как Семя всходит И растет Не знает он Ибо земля Сама собою Производит Сперва зелень Потом колос Потом полное зерно В колосе Когда же Сосреет плод Немедленно Посылает Серп Потому что Настала Жатва Вот Это о промысле Божьем Что Господь Он каждому Подает Какой-то вот Свой Срок жизни И Вроде бы Человек Сам по себе Все поступает Но дается Очень много Возможностей Проявить себя И когда Серп Посылается А это вот Когда человек Уже смог Максимально Проявить В себя В добре Использовать Максимально Те возможности Которые Господь Давал Ему То есть Как только Созреет плод Немедленно Посылает Серп Поэтому Есть вот Именно Такой Тайный Промысл Божий Что Господь Выжидает От человека Отклика И Когда вот Человек Исходя Из своих Возможностей Своих Духовных Потенциалов Проявил Насколько Для него Возможно Себя То Господь Забирает Его Из этой Жизни Еще Есть Два Чуда Которые Упоминаются Только У Евангелиста Марка Это чудо Исцеления Глухого Костноязычного То есть Был такой Человек Который Не слышал Ну Может быть Когда-то Он слышал Поэтому И говорил Но Оглох И Он был Еще Костноязычным То есть Говорил С трудом И вот Это В пределах Десятиградия Иисус Отведя Его В сторону От народа Вложил Персты Свои В уши Ему И Плюнув Коснулся Языка Его И Возрев На небо Вздохнул И сказал ему Ефафа То есть Отверзись Именно Марк Кстати Часто Он Упоминает Слова На Еврейском Или Арамейском Языке На том языке На котором И сам Христос Говорил И апостол Вот Ефафа И потом Тут же Он поясняет То есть Отверзись Марк Поясняет Это И тотчас Отверзся У него Слух И Разрешились Узы Его языка И стал Говорить Чисто Вот это чудо Только у Евангелиста Марка А еще Чудо В Евсаиде И приводит К нему Слепого И просит Чтобы прикоснулся К нему Он взяв Слепого За руку Вывел его Вон Из селения И плюнув Ему на глаза Возложил на него Руки И спросил Его Видит ли что Он Взглянув Сказал Вижу проходящих Людей Как деревья То есть Вот тут Как раз Некая Постепенность Потом Возложил Руки На него На глаза Ему И велел Ему Взглянуть И он Исцелел И стал Видеть Все Ясно То есть Вот эти два Чуда Причем В том и Другом Случа Спаситель Исцеляет Своим Плюновением Как Объясняли Святые Отцы Что у Господа Иисуса Христа У него Все Является Святым Потому что Он Не порочен Чисто От греха И его Человеческое Естество Было Пронизано Лучами Его Божества Наполнено Благодатью Святого Духа И даже Его Плюновение Являлось Животворным Ну и Вот Конечно Все такие Вещи Это мог Рассказывать Только Петр Который Непосредственно При этом Присутствовал Наблюдал Как вот Того же Слепого Да Что вот Он А тут Получается Не тотчас Да Вот Везде Тотчас А вот Тут Как раз Получается Что вначале Он видит Проходящих Людей Как деревья Да А потом Уже Увидел Их Как нормальных Уже Людей Да А у нас Наоборот Мы вот Часто Других Людей Мы имеем Зрение Но мы Смотрим Как на Просто На какие-то Бездушные Деревья И нам Надо Духовно Прозреть И для Этого Тоже Получить Духовное Исцеление От Христа Чтобы понять Что Те Кто Ходят Рядом С нами Это Не Какие-то Бездушные Деревья Это Живые Люди Тоже Образ Божий И вот Петр Он Очень Так Подробно Какие-то Тонкости Пересказывал Даже В чуде Преображения Господа Там Такая Особенность Как будто Именно Очевидец Описывает Одежды Его Сделались Блистающими Весьма Белыми Как Снег Как На земле Белильщик Не может Выбелить То есть Как будто Петр Рассказывает Марк Представь Что Они Блистают Белые Как Снег Снег Вообще Редко В тех Местах И в Иерусалиме Вообще В палестинских Краях Но вот Представь Говорит Что Как Ни один Белильщик Не сможет Так Выбелить Вот Настолько Это Чистое Светлое Сияние Да Причем Сам Петр Видимо Попросил Марка Говорить О нем О Петре Как можно Более Скромно Если в других Евангелиях Петр Возвышается То здесь Подчеркивается Его предательство И вот Некоторые чудеса Которые В других Евангелиях Ну у Матфея Чудо Простатир Которое Именно Посредством Петра Было совершено То здесь Нет Оно Не упоминается И Когда Уже По воскресенье Ангел Благовествует Он говорит Женам Мироносец Идите Скажите Ученикам Его И Петру Что я Вот Что Господь Благовестуется Своем воскресенье Предварит их В Галилее То есть Как бы Петр Исключается Из числа Учеников За свое Отпадение Ну Вот Петр Здесь проявляет Такое свое Смирение И ученик Это воспроизводит А Вся суть Конечно же Евангелия От Марка Вся суть О спасении Христианском Она изложена Конечно же Уже В повествовании О воскресенье И сам спаситель Обращаясь К ученикам Говорит О чем и пишет Евангелист Марк И сказал им Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Всей твари Кто будет веровать И креститься Спасен будет А кто не будет веровать Осужден будет У веровавших Будут сопровождать Все знамения Именем моим Будут изгонять бесов Будут говорить Новыми языками Будут брать Змеи И если что Смертоносное Выпьют Не повредит Им Возложат руки На больных И они будут здоровы Ну самое главное Здесь то Что кто будет веровать И креститься Спасен будет Вот Дорогие братья И сестры Поблагодарим Евангелиста Марка За его Удивительное Свидетельство За то что Сохранившееся Вот это вот Благовестие Посредством апостола Петра Данное ему Что оно преображает Людей по сей день И даже вот знаете Бывает некогда Читать вроде бы Евангелие Но вот выбилось Какое-то время Или куда-то вы едете Откройте Евангелие от Марка И прочитайте его Прямо с самого начала До конца Вот это тоже интересно бывает Когда ты читаешь Всю священную книгу От начала до конца Не просто вот слушаешь В храме Какое-то там Евангельское зачало Короткое А вот от начала до конца Как единое Цельное повествование И Да благословит всех нас Господь Да укрепит Дорогие братья и сестры По молитвам Святого Евангелиста Марка Да помилует всех нас Господь И Христос воскресе Дорогие братья и сестры Воистину воскресе Христос Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok